Всем привет дорогие друзья, с вами Феостов, на сегодня я хочу поговорить с вами об игре под названием Megaton Rainfall. Игрушка, в общем, мне понравилась, я её вчера прошёл довольно-таки быстро, там в принципе немного уровней, 10 штук и так. Хочу с вами, в общем, о ней поговорить и давайте обо всём по порядку. Вначале мы появляемся внутри такой вот спиральной воронки какой-то, и какое-то божество рассказывает нам о том, что оно создало нас из человека, но мы уже больше не человек. Я типа теперь сверхсущество, бессмертное в этом мире, и создано я для того, чтобы покарать каких-то захватчиков, которые хотят уничтожить Землю, но при этом я бессмертен, могу летать среди звёзд, но я ограничен во времени и мне надо спасти Землю как можно быстрее, иначе захватчики всё уничтожат. Поэтому после короткого рассказа о цели нашего создания мы вылазим из такого вот небольшого кубика, которое по сути и является этим божеством, которое с нами разговаривало, и которое общается с нами, рассыпая вот эти буквы по монитору, что мне, кстати, нравится. Оно и прикольно выглядит мне чем-то это всё почему-то напомнило Black and White, хотя не знаю почему, ну, наверное, потому что и тут и там божественные темы, и вот этот вот величественный голос Бога. И, в принципе, мне понравилось, что игра локализована на русский язык, и, в принципе, всё так выглядит симпатично. В общем, это божество с нами маленько пообщалось, разговор был в основном про то, что, опять же, мало времени, поэтому ему надо меня по-быстрому вести в курс дела, чтобы я уже мог сражаться. И первое, чему он захотел нас научить, это возможность передвигаться со сверхзвуковой скоростью, что позволит нам, в общем, летать по поверхности планеты, той самой Земли, ну, то есть нашей с вами Земли, которая вот она прямо у нас под ногами. Графика в игре, скажем так, ну, как бы она такая, знаете, как бы такая замыленная, то есть всё такое маленько расплывчатое, но в целом выглядит нормально. Да и если бы там была какая-то особо хорошая детализация планеты, то и системные требования были бы повыше, а так они довольно толерантные, то есть просят Nvidia GTX 750 на 2 гигабайта, правда, по процессору уже повыше требования Intel i5 на 4500 или выше. В общем, после небольшого разговора это божество попросило нас следовать за ним, что по сути является каким-то обучением по передвижению, то есть проверить, насколько вы сможете летать по заданному маршруту. Ну и заодно показать вам, типа, вот, смотрите, планеты, тучи, а вы такие летите, как бы это, сами по себе среди облаков над планетой, типа, здорово же, красиво. Через какое-то время полета за этим кубиком мы пролетаем над Дубаем, и ты такой думаешь, блин, о, точно, это же Дубай, я знаю эти острова. Или, думаешь, что-то примерно подобное. Давай! Мы в Дубае, хьёптель! Да, действительно, мы в Дубае, вот их знаменитая высотка Бурдж-Халифа, и тут ещё по планете раскидано, ну, там несколько городов отрисованных, вот в них и будут происходить все драки, которых, ну, тут немного, тут, я говорю, примерно порядка 10 квестов, которые надо выполнять, но при этом они прикольные, потому что с каждым новым квестом игровым вам, ну, как бы, в игру вводят каких-то новых пришельцев, от которых надо обороняться, обороняться, и вас постепенно учат, обучают всё новым каким-то боевым навыкам. То замедление времени, то какой-нибудь там лазерный луч, то ещё что-то. Так, ну ладно, давайте уже ближе к экшену покажу вам один из уровней. Я не буду показывать вам всю игру, но вот решил показать вам для начала этот уровень, потому что в нём встречается много пришельцев, чтобы показать вам их вообще разнообразие в игре. Вот этот вот парень, который, блин, убежал сейчас от меня за здание, не успею, да, поди? Да, не успею. Короче, он выкидывает две бомбы за раз, одна из них очень мощная, если я её вовремя не поймаю и не выкину куда-нибудь туда в небо, то она взорвёт полгорода, и я почти сразу проиграю. А вторая бомба слабая, которую надо просто поднять и кинуть ему в ответ, потому что обычные мои атаки на этого парня не действуют, но он раскидывает бомбы, которые вот можно поднимать и кидать ему обратно. Так вот, с этим парнем справились, здесь у нас появляются, а, появляются это, пришельцы такие, я не знаю как, пришельцы пилы что ли, ну они просто едут и режут нафиг все дома. Как циркулярная пила. Так, и здесь, да, ещё один. Ещё у меня есть способность, её, кстати, не сразу дают, такая, приподнять в воздух машины, людей, она помогает их спасти, вот если там какие-то происходят взрывы или что-то в этом роде, как бы их на время поднять и спасти от всего этого дела. Как бы минимизировать разрушения, которые мы тут создаём. Так, одного поймали, где тут ещё один? Вот он, блин, дома нам рушит. Так, теперь двое. Двое пришельцев, которые раскидывают бомбы, это опасно, можем чью-то бомбу не поймать, поэтому я сразу одного вывел из строя. Но у меня есть две суперспособности, одна из них такой мощный взрыв, с которым надо быть осторожным, потому что этим взрывом я сам могу полгорода разнести, поэтому его надо применять так осторожно, чтобы не навредить жителям. А вторая способность это лазер. Вот я сейчас одного лазером убил сразу, а второго поймал. Вот это пришельцы тоже прикольные, они притворяются домами, просто могут притвориться домом и стоять. Но хорошо, что нам подсвечивают, где они есть на самом деле. Поэтому их как бы не трудно найти среди общей массы домов. Так, это у нас пришельцы-бурильщики появились. Сразу обезопасим область. Что тут обломки? Ещё три пришельца, которые умеют притворяться домами. Их, кстати, бесполезно бить, пока они не станут домом, то есть надо ждать, пока они превратятся в дом. Ну или, опять же, использовать свои мощные способности, которые долго откатываются, чтобы их вывести из строя. Так, где-то был ещё один дом. Вот этот что ли, да? Да, точно он. Тут ещё, видите, когда сражаешься, здесь как бы у вас нету жизни, да? Вы сами по себе бессмертны. Но есть параметры разрушения города. То есть вам надо убить пришельцев быстрее, чем они надамажат городу. Поэтому вам и самому надо быть осторожным. Потому что если я буду, допустим, стрелять в пришельцев и промахиваться, я сам буду разносить город и постройки. И, ну, тем самым могу приблизить свой проигрыш. Вот эти, кстати, пришельцы прикольные. Они умеют просто поднимать вверх дома и сбрасывать их обратно вниз. Меня вообще поражает в этой игре разнообразие пришельцев и их способов уничтожения города. Вот, смотрите, ещё один уровень вам покажу. Просто там ни один пришелец, которого вы видели сейчас, не повторяется. Там они все абсолютно другие. Так, вот, появляемся на уровне. Под нами Тадж Махал. И, похоже, его уже хочет разрушить этот гадкий, юркий парень. Давайте его остановим. Появляется ещё парочка. Вот эти вот ребята, они очень какие-то манёвренные. По ним часто довольно-таки трудно попасть. Благо, что в игре есть возможность время от времени, время от времени замедлять время, да. Нет, это не тавтология. Это нормально. Эти ребята прямо хотят разрушить наш Тадж Махал. Ну как, отвалите от наших это исторических памятников. Так, чё, всё? Ещё один остался. Ну-ка, стой, не крутись, блин. Вот, видите, промазал там, кому-то досталось вместо него. Так, всё, отлично. Вон, видите, какой-то пришелец удирает. Заставляет нас полетать за ним. Тут такое часто бывает, что вы сначала дерётесь, защищая какой-то один город, а потом вам приходится перелететь в какой-нибудь соседний город и защищать уже его. И мне нравится, как они сделали вот эти перелёты. Ты вроде как просто летишь, да, но при этом ты наблюдаешь симпатичные ландшафты, слушаешь такую прямо релаксирующую, хорошую музыку. Мне, кстати, нравится в целом, как они сделали звуковую составляющую игры. И приятный звуковой ряд в плане музычки. И в целом сами звуки сделаны хорошо. Так, чё, где этот парень? Где его ловить? Вот, видите, какой-то пришелец, который просто поднимает всё в воздух, а потом бросает это обратно на землю. Такой шкодник. Приподнял, а там уже, блин, промазали по пришельцу, снесли за рядом. Так вот, с этим парнем мы справились. Ох, то появляются черви. Гадкие товарищи просто впиливаются в дома и насквозь их, как бы, это... Могут сразу там 3-4 дома за раз просверлить. И чтобы убить этих червей, надо им попасть в хвост и в голову. Так, это я не знаю. Я бы назвал этого пришельца, пришельц булава. Он просто берёт и начинает таранить дом. Так, блин, тут вон ещё один черв появился. Давайте сначала в хвост ему попадём, вот в этот красный шар. Теперь надо поймать его голову. Сейчас откуда-нибудь отсюда выпилиться. Буквально только краешек дома задел. Дом даже не упал, хорошо. Ещё какой-то пришельц появился. Я даже не знаю, кто это. Это, наверное, тот, который поднимает всю воздух, да? Так, нас ведут куда-то дальше. А, опять эти, которые лазерным лучом. Блин, по нему фиг попадёшь. Давайте замедлим время. Вот теперь точно попадём. Но, правда, замедление действует до, скажем так, первого выстрела. Ну, даже не первого выстрела, а до первого убитого врага. Ну, или, если ещё точнее, то до первого убитого врага. Или, если ты никого не убьёшь, то какое-то ограниченное время. Вот эти, кстати, вот пришельцы маленькие булавы. Тут есть ещё и другие пришельцы большие булавы. Я, наверное, даже вот, я не знаю. Наверняка я ещё каких-то пришельцев сейчас забыл, которые тут есть, о которых я просто не упомянул. Например, я помню, есть тут ещё пришельцы, такие как хамелеоны, которые умеют присасываться к зданиям и сливаться с ними текстурой. То есть их можно отличить, но если их вовремя не заметить и не снести, вот они как пиявка присасываются к зданию. Если их не убить, то они это здание полностью разрушат. Так, нас куда-то дальше ведут. А, вот ещё один кип пришельца. Такой хвостатый парень. За ним такой хвост булава тянется, и он куда-то едет вперёд, а этот хвост булава, который тянется за ним, ломает все здания одно за другим. Так, блин, парень, остановись. Тебе ещё попасть нужно. Оно он этой булавой всё ломает. Блин. Да где что? Он уже почти нам весь город разрушил. Я по нему всё попасть не могу так. Не надо, мне надо замедлить время. Блин, нет. У него, вон, у него внизу уязвимое место. Ах ты ж, чёрт, замедление времени прошло. Блин, он нам сейчас весь город... Да, он, блин, разрушил нам весь город. Ну и помимо пришельцев, ребята, здесь есть уровни с боссами. Вот один из них. Кстати, начинается этот уровень, опять же, со встречи с пришельцем, про которого я забыл упомянуть. Этот парень умеет разделяться на несколько, в общем, ну, создавать свои же иллюзии, чтобы вы такие, блин, а где настоящий? Этот настоящий? Нет, не этот настоящий. Вот и этот настоящий. Правда, если бы я к нему так вплотную не подлетал, издалека, на самом деле, когда он, ну, размножается, сразу видно, какой из них настоящий, они маленько отличаются. Так, опять этот парень, который скидывает бомбы. Правда, на этом уровне, помните, на том уровне он скидывал такие две бомбы, и одну из них он кидал бомбу, которая прям взрываясь, разрушает практически весь город, который надо было подкидывать в воздух. А здесь он скидывает тоже две бомбы. Одну ту бомбу, которой можно его разрушить, а другую бомбу глубинную, которая закапывается под землю, и, ну, мне надо самому прокопаться под землю и уничтожить ее, иначе будет потом плохо. Так, вот это, кажется, те пришельцы, которые присасываются к домам, как хамелеоны. Так, о, вот это, вот этот босс, летающая тарелка, его надо, он периодически хочет запустить такой лазер, который разрушает почти весь город. То есть, если он запускает лазер, то все, игра проиграна, полгорода разрушена. Так, глубинную бомбу останавливаем. Поэтому надо периодически к нему подлетать и проверять. Он, то есть, когда он хочет запустить лазер, он начинает так светиться. Так, вот, вот он, кстати, вот этот пришелец булава здоровый, который зависает в воздухе. Если его вовремя не уничтожить, то он опустится вниз и снесет нам какой-нибудь небоскреб. Так, все, эта тарелка закрутилась. Он сейчас хочет... Так, нам надо, знаете, вот видите, серое стеклышко, значит, оно еще не загоралось. Надо дождаться, пока оно станет красным, да, и подстрелить его. Я до этого, кстати, я с этим уровнем много парился, ну, по этому, можно сказать, по своей глупости. Я пытался поймать этот красный огонек, а он там непоследовательно загорается. То есть, он иногда по порядку, они загораются по кругу, а иногда, как попало, я пытался его поймать. И когда я в него стрелял, пока мой снаряд летел в красный, ну, как бы, в загоревшейся красном вот эту стекляшку, чтобы ее разбить, в это время красный огонь там пропадал и загорался какой-то другой сегмент. Я все время пытался, как собачка, за ним гоняться и только потом понял, что, чтобы выстрел произошел, нужно, чтобы загорелись все его плиточки красным, поэтому можно просто смотреть на одну из них и без конца ее атаковать. Вот, любую серую набираем, выбираем, и просто бьем по ней без конца. Когда она загорится красным, вот, все, мы остановили его выстрел. И он полетел дальше. Так, что, опять, да? А, на этот раз он желтым загорается. Чтобы желтый остановить, тут есть такой, как бы, атака, ну, просто метнуться вперед и ударить лбом. Вот такая вот есть атака. И, ну, если надо бить именно этой атакой, то подсвечивается желтым. Так, ну ладно, ребятки, что, убили нашего босса, играет релаксирующая музыка. Тут обычно всегда так, под конец уровня, когда ты добиваешь последнего монстра, появляется какая-то такая приятная музычка, идет замедление, а потом появляется ксеносфера. Когда берешь ксеносферу, ну, не всегда, но иногда получаешь новые навыки. А потом появляется наш божок и что-нибудь нам рассказывает и отправляет на новое задание. Но при этом между заданий можно, не обязательно лететь сразу, выполнять следующее задание, можно просто улететь с Земли в космос и летать среди звезд. И об этом хотелось бы поговорить отдельно. Полет в космосе. То есть здесь вот, допустим, вот так вот и видно целую кучу разных галактик. Можно выбрать любую из них и подлететь к ней. То есть тут какие-то светлые галактики, там красненькие, синенькие. Ну, давайте вот любую. Ну, допустим, я не знаю, допустим, вот эту, которую я сейчас держу по центру монитора. Я просто выбрал такую невзрачную. Можно подлететь к любой из них. Вот сейчас, которая по центру экрана, мы летим к ней. Когда я к ней сейчас приближусь, к этому солнечному скоплению, надо маленько замедлиться, потому что если мы не будем замедляться, то мы просто пролетим мимо нее. Вот мы в нее влетели и приостановились, чтобы они поняли, что мы хотим посетить эту галактику. Все, теперь мы внутри этой галактики. Здесь, вот видите, здесь куча всяких точек. Мы можем лететь к любой из них. То есть просто выбираем любую точку. Я не знаю, можно самую невзрачную, у которой, казалось бы, ничего нет. Ну, допустим, вот сейчас примерно в центре экрана я пытаюсь держать точку такую, какую-то относительно серо-синюю, что ли. Ну, такую голубенькую. Вот мы давайте к ней сейчас будем лететь. Тут главное не торопиться, иначе если мы слишком быстро полетим, мы можем пролететь мимо нее. То есть нам, когда мы к ней приблизимся, надо маленько притормозить, чтобы не пролететь мимо. Чтобы как бы сказать, что да, эта точка, это именно та точка, которая нас интересует. Я вот ее пытаюсь сейчас не сводить с экрана, эту точку. Она примерно вот у меня сейчас в центре, чтобы вы видели. Я надеюсь, вы понимаете, о какой точке я говорю. Вот, вот, вот она уже. Вот, да. То есть вот смотрите, я выбрал просто одну точку из кучи других точек и к ней подлетел. Когда вы к ней подлетаете, то есть тормозите, а он понимает, что вы хотите вот как бы в эту, к этому солнцу подлететь. Но здесь, по-моему, ничего. Здесь, по-моему, солнце и какая-то небольшая планетка есть. Бывает, что там может быть просто солнце. Или, блин, вот эту планетку я что-то потерял из виду. Или бывает, может быть, солнце и прям целая куча каких-нибудь спутников. То есть планет со спутниками самих планет. Так, а вот это то, что нам там моргают. Ну, давайте мы, короче, вылетим сейчас отсюда. Вот это голубое, то, что там моргает, это они мне как бы показывают, куда мне вернуться, чтобы выполнять миссии. То есть вернуться на землю предлагают. А вот то, что сейчас там еще моргало таким другим цветом. Вот, вот это беленькое. Вот, вот это белое, это они мне показывают маршрут до ближайшего знака. Ну, точнее, не до ближайшего, а до следующего по порядку. То есть всего по вселенной раскидано семь знаков. Это такие монументы, в которых записано божье послание. И об этом мне сам вот этот бог рассказал. То есть он раскидал по вселенной семь знаков с божественным посланием для разумных существ, которые их найдут. Вот, и так уж получилось, что эти послания нашли вот эти вот злобные инопланетяне, которые сейчас пытаются поработить землю. И они как раз за счет того, что нашли вот эти монументы, они обрели силу, и ему пришлось создать меня, чтобы их остановить. Как бы вот такой вот сюжет. Причем они там не только хотят землю разрушить. Вот эту всю галактику, ее как-то создал этот бог. А они хотят как-то не то, что разрушить галактику, но что-то они там хотят с ней сотворить. Я, короче, даже заморочился, запутался, что они хотят там с ней сделать. Как-то уничтожить, не уничтожить, спрятать галактику от самого... Ой, как галактику? Спрятать вселенную от самого бога. Ну, короче, там какая-то заморочка. В общем, в итоге мне надо с ними биться. И он сказал, что ну, ты там между делом, если не совсем, как бы, это сейчас занято выполнением миссий, можешь сгонять в космос. Там, если хочешь, ну, как бы, это бы, типа, надо сделать. Найти вот эти вот монументы, в которых он оставил божественное послание, и уничтожить их, чтобы ксеносферы, которые в них содержатся, не достались вот этой вот расе захватчиков. То есть, это, как бы, похоже, единственная цель, для которой мы можем вообще летать вот в этом космосе. Ну, может быть, они там, разработчики что-то хотят потом еще когда-нибудь добавить, не добавить, не знаю, или это уже полностью законченный продукт, но пока что это наша единственная цель, с которой мы здесь в космосе летаем. Мы прилетаем вот к этим вот... Вот сейчас мы уже близко на подходе, так что будет вам, как бы, видно, как эти монолиты выглядят, то есть, которых эти знаки, которых 7 раскину, но вот там такой столб и синий луч. Когда мы влетаем в луч, мы видим послание Бога. Всего этих посланий 7, и в целом там Бог нам рассказывает примерно следующее. То есть, сначала он там философствует о том, что, типа, как узнать, создана ли твоя вселенная кем-то, или вот она зародилась такая сама по себе. И есть два пути, один простой, другой сложный. Как бы, простой путь это найти послание какое-то от того, кто создал вселенную, потому что, ну, если он ее создал, он же не мог быть настолько жесток, что не оставил какую-то частичку, какое-то послание для той разумной жизни, которая в этой вселенной зародится. Хоть что-то, какой-то монолит, или какое-то сооружение, которое бы нарушало законы физики, и тем самым, как бы, доказывало бы наличие вот этого вот создание, создателя точнее, и имело бы, наверное, внутри себя какое-то послание. Это как бы простой путь. Второй путь сложный. Сложный путь заключается в том, что нужно создать самому какую-то вселенную, в которой тоже зародится разумная жизнь, и эта разумная жизнь, она рано или поздно тоже задастся вопросом, а не было ли она создана кем-то еще, обратить свой взгляд там, наверх в поисках создателя, и ну, как бы, она в любом случае поймет, что этот мир был кем-то создан, хотя и не сможет из-за своей ограниченности как бы разглядеть творца. В общем, он как бы нам в течение этих вот этих знаков, которые мы можем разрушить, и из которых мы собираем ксеноморфы, ой, ксено, ксеносферы, вот, блин, что за ксеноморфы, что за ерунду я несу, ну, в общем, как бы в этих, во всех посланиях он нам говорит о том, что несмотря на то, что он творец, он бог, который создал нашу вселенную, он сам всегда задумывался, кто создал его собственную вселенную, и то есть настолько, насколько мы для него как бы блохи, ну, как бы, что, насколько мы не можем его увидеть, там, почувствовать, понять, если там мы хоть на секунду погрузимся и увидим мир его глазами, то там сойдем с ума, настолько и он наверняка, ну, как бы, ничтожен по сравнению с тем, кто создал его и его вселенную, и, как бы, когда он задавался этим вопросом, и он понял, что есть кое-что общее у всех, типа, вселенных созданных, это математика, везде там, типа, одинаковое число пи, и все вот эти вот, как бы, там, горы, растения, я не знаю, вода, океаны, все это, как бы, вписано в общую математическую формулу, и если, типа, разгадать эту формулу, то можно найти ответ, типа, с чего все это зародилось, так сказать, найти первоисточник, но в последнем знаке он нам говорит о том, что он эту задачу решить так и не сумел, потому что его разум настолько сильный, в процессе попытки решить задачу, я не знаю, там, пересчитать атомы, он сам меняет ландшафт, то есть, его разум настолько сильный, что когда он там начинает пытаться решить эту задачу, уравнение, оно само меняется, все меняется, поэтому он в уголке своего разума создал нашу вселенную, и терпеливо ждал, пока в ней зародится разумная жизнь, и теперь ему нужно, чтобы наша разумная жизнь, ну, или как бы в моем лице, что он как бы меня выбрал как избранного, ну, в общем, ему нужно, чтобы разум избранного достаточно развился, чтобы решить это уравнение за него, вот как-то так, и еще он говорил, что когда разум избранного достаточно разобьется, произойдет пришествие, то есть, он появится в этом мире, и все захватчики, вот эти вот, с которыми мы воюем, они будут утилизированы, так что потом он добавил так пафосно, типа, ты давай там расти, развивайся, иначе тоже будешь утилизирован, я перестану считать твои атомы, и тогда ты пропадешь, в общем, вот таким вот образом разработчики решили добавить в игру такую составляющую, ну, то есть, могли бы сделать просто миссии, где мы сражаемся против захватчиков, ну, таким образом они добавили в игру какой-то философии, чего-то такого глубокого, о чем можно поразмыслить, и наполнили наше простое уничтожение инопланетян каким-то таким дополнительным смыслом, но давайте уже не будем слишком сильно углубляться в эти смыслы, и так я 10 минут видео потратил, чтобы вам об этом рассказать, давайте все же перенесемся куда-то ближе уже к последним миссиям, и так, ребята, миссия девятая, то есть, это такие уже финальные бои, чтобы окончательно защитить нашу планету против каких-то уже здоровых, мощных боссов, и так, вот поначалу все вроде как ничего особенного, у нас тут появляется такой пришелец, который раскручивается, и, ну, на самом деле, здесь я пытался по нему стрелять, но мои патроны его не брали, отскакивали от него, ему надо было стрелять вот по этим небольшим красным светящимся точкам, но я в итоге понял, что мое оружие его не берет, и решил просто ударить его с моего мощного суперудара, его сразу порвало на части, так, спасаем людей, а то их сейчас это, опилками засыпят, ну, обломками, и вот там на заднем фоне, смотрите, у нас появилась огромная пирамида, и она, она кажется начинает бить по земле из какого-то здоровенного лазера, у нас уже половины прочности нету, блин, надо быстрее что-то с этим делать, смотрите, она просто жгет землю, вот такая вот пирамида, причем, видите, она просто тупо пилит землю напополам, если ее не успеть вовремя уничтожить, она реально распилит землю пополам, и это будет проигрышем, и в первый раз, когда я ее встретил, знаете, что я подумал, я подумал, блин, ну, это же прикольно, она что, реально сейчас разрубит землю пополам, я решил, я ее не буду останавливать, я эту миссию переиграю, но поначалу я решил посмотреть, что будет, когда она разрубит всю планету, в итоге она это сделала, и выглядело это вот так, ну, и после моего поражения пришлось, конечно же, переигрывать, но бои с этой пирамидой не были чем-то хитрым, нужно было просто подлетать поближе к ее острой грани, которая стреляла, уничтожать ее своим мощным выстрелом, после этого от нее отделялись какие-то пришельцы и летели на землю атаковать города, я спускался защищать этих пришельцев, а пирамида тем временем меняла свою грань и опять продолжала буравить землю, причем я не знаю, нужно ли было, была ли какая-то практическая необходимость в том, чтобы спускаться на землю или может быть, ну, я не знаю, может быть, да, пришельцев надо было останавливать, иначе они бы, возможно, слишком быстро уменьшили бы, ну, как бы, мой запас, скажем так, прочности, ну, возможно, что и нет, но в целом эта конетель выглядела так, подлетел к пирамиде, отломил ей какую-то грань, слетал на землю, побил пришельцев и опять, опять несемся к пирамиде, чтобы ее остановить, пока мы там сражались, она уже успела опять восстановить свою лазерную атаку, в общем, этакая, блин, звезда смерти, подлетаем поближе, еще ближе, вот, атакуем грань, когда она именно загорается красным, когда мы подходим достаточно близко, опять отделяются пришельцы, я замедлил время, чтобы успеть уничтожить до того, как они опустятся на землю, одного успел, на второй все равно, все равно успел опуститься на землю, так что, блин, как этот, как супермен, спешим на помощь и опять отпускаемся к земле, так, блин, я что-то маленько проскочил, так, что, опять, стой, надо его лбом шнякнуть вот сверху вниз, тогда он сразу помрет, ну или можно, конечно, по старинке ему настрелять несколько раз, ай, блин, хотел его ударить, а сам промазал, еще и здание подпортил, ладно, давайте его, ах, да е-мое, я сам тут весь город вам разрушу, ладно, побежали, я уже это, опаздываю, там пирамиды, сейчас нам все разнесет, может быть, и не стоило опускаться на землю, тратить время, сразу следовало бежать и бить пирамиду, то есть, не отлетать от нее, вот она тут уже выжигает, кажется, кажется, все, порвало пирамидку, куда теперь вы меня ведете, кажется, это еще не все, какие-то треугольники летят, блин, ребятки, это, кажется, это, это обломки пирамиды летят, нам надо их как-то, так, и у меня есть притяжение, я могу их, наверное, к себе притянуть, да, их надо остановить, эй, он сейчас город ударит, да, так, вот, я могу его притянуть, наверное, отпустить, может, он тогда не будет падать, остановитесь, остановитесь, что же вы делаете, а, я могу уничтожить, я могу уничтожить, вот, мне не надо их останавливать, да, и к тому же я не уверен, что те, которые там падали, которые я сейчас гравитацией подхватил, что они прямо остановились, они может замедлились, блин, нам сейчас это, останковскую башню снесут, Москву-то надо спасать, хотя она какая-то странная, и не совсем похожа, она, знаете, она похожа на какой-то гибрид останкинской башни и эйфелевой, не знаю, так, ну и что теперь, все, спасли город, е-мое, тут еще какая-то фигня прилетела, они прям не дают мне передохнуть ни одно, так другое, ого, смотрите, что тут, блин, и тут какая-то фигня летит, ну-ка, стой, давайте, замедлимся, тыдыщ, эту штуку мы разбили, так, а с этой штукой что нам делать, давайте сюда мощным взрывом ударим, так, кажется, этому парню поплохело, блин, или мне поплохело, смотрите, у меня прочность города упала до нуля, не, что-то пошло не так, эту миссию я, ребятки, переигрывал несколько раз, сначала не понял, что тут надо делать, вот этот вот здоровый корабль, я, причем, сначала, вот в самый первый раз, когда он появился и упал в землю, вот так вот, я думал, что он просто потерпел крушение, но на самом деле он, я не знаю, как какой-то консервный нож, просто специально отпиливал куски земли, то есть он таким образом внедрялся в землю, чтобы ее отрезать, и нам надо было его периодически, как бы, вот останавливать, атакуя вот эти вот его фиолетовые части, он потом взлетал в воздух, и вот что я в первый раз не заметил, что надо было задержаться рядом с ним, и, как бы, периодически на нем некоторые части, вот, загорались опять фиолетовым, и их можно было уничтожать прямо, прямо на месте, так, давай, загорись еще раз, вот, обычные пули, правда, их не брали, поэтому приходилось применять только способности, а у меня боевых способностей только две, и они долго откатываются, то есть сейчас нам надо подождать, пока у нас откатится еще одна способность, чтобы ему еще вот эту вот, вот этот фиолетовый треугольник отстрелить, так, а он уже опять, как нож в масло, входит в землю, так, блин, не сработало, давайте ближе подойдем, вот так, так, кажется, не, он еще живой, что с тобой делать-то, у тебя уже не осталось никаких фиолетовых треугольничков, по которым можно стрелять, может быть, на днище что-нибудь, вроде тоже нет, смотрели, он вообще под землю ушел, закопался, так, ну ладно, меня вон там куда-то ведут, там какие-то инопланетяне есть еще, с которыми надо сразиться, на них, похоже, обычные патроны не действуют, давайте их вот так тогда, что, и это его не уничтожило, что тогда суперударом тебя бить, ага, так мы его смогли одолеть, и здесь еще где-то второй был, а что со вторым делать будем, о, сработало, нужно было его просто с лбом толкнуть, ах, смотрите, ребята, и что творится, вот этот корабль, который резал землю, он в итоге просто вырезал, выпилил землю под городом, и весь город решил утащить, отсюда, здесь просто какая-то вакханалия творится, чтобы его остановить, надо вот эти желтые треугольники на нем бить, и он периодически, то есть тут он разделился на несколько треугольников поменьше, которые поднимали этот город, и там была такая тема, что периодически один из треугольников, он как бы это, начинал подниматься, заламывая город, как книжка, и его надо было останавливать, но вот я сейчас вовремя не заметил этого дела, увлекся погони за маленьким корабликом, а в это время он начал просто складывать весь этот город, как книжку. Вот, мне надо желтый треугольник было уничтожить, чтобы его остановить, но я не успел. Так, ладно, Миша, все фигня, давай заново, да? Начинаем, сначала я уже помню, тут надо под город залететь, и так, найти эти треугольники, один желтый треугольничек ударить. Так, после него этот большой треугольник распадается на маленькие, и один из них должен сейчас по идее подниматься, заворачивая город, как бы это изламывая на угол, так, вон, да, если он успеет как бы свернуть город, то городу хана, причем ему его не до конца надо, да, поэтому надо сейчас поторопиться, ударить вот по этому треугольнику, отлично, он отпадает, город так вниз падает, но вроде нормально, выравнивается, так, ладно, что теперь, опять под низ, да, вот он, желтый треугольничек еще, промазали, блин, вот, готово, эти треугольники опять разбегаются, сейчас, наверное, какой-то другой будет заворачиваться, но их меньше, да, стало, то есть тот, который мы в прошлый раз ударили, он походу пропал, или нет, так, давай, теперь по этому ударяем, все, город опять выравнивается, так, теперь, что, о, они сами разбежались, так, вот, сторона поднимается, давайте сразу сюда, теперь, что, опять под низ, так, кажется, все, и что теперь будет, этот город просто, они же его держали на себе, он, по идее, должен рухнуть, разбиться и все помереть, или что, он плавно сейчас приземлится, может, это божество появится, и вмешается, и исправит проблему, так, вот, у нас появляется, ксеносфера, последняя, причем, 16 из 16, теперь у меня, уровень, как бы, пройден, я не знаю, что, город плавно падает вниз, или что сейчас происходит, там, причем, внизу, если, я не знаю, посмотреть, его же, типа, отсюда вырезали, да, тут даже видно, смотрите, такие срезы на земле, типа, вот так они его выпилили отсюда, так, ладно, это все, конечно, очень интересно, но у нас есть вот задание, и стрелочку, куда лететь, нам надо лететь вот сюда, ага, здесь у нас бог приперся, так, че, он открылся, надо в него залететь, что ли, или че, я из этого куба когда-то вылез, может, теперь надо в него залезть, не, нифига не происходит, а че тогда надо-то, о, закрылся, ты расправился с захватчиками, дитя мое, земля в надежных руках, идем, я покажу, чего ты достиг, так, ну вот, ребятки, и все, финал игры, а, кстати, смотрите, наш город, он приземлился, похоже, вот это, когда сейчас эта коробка светилась, мне надо было не на нее смотреть, а надо было смотреть вниз, по-моему, она просто посадила этот город, на свое место, парень нас ведет куда-то, причем вам, наверное, некоторым может показаться, что это как бы заставочка такая, как мультик, но нет, я реально лечу за ним, то есть я маневрирую, могу левее, могу правее свернуть, могу сейчас вообще куда-нибудь не туда полететь, bring it out, bring out, bring in your hand, out of you, Продолжение следует... Так, что-то у меня в глазах потухло. Ты знаешь, что еще сто лет назад люди не знали о существовании других галактик? Теперь это знание станет истиной. Настало время пришествия. Так, чувак, и что ты делаешь? Теперь мы снова заполним все пустоты. Он, кажется, удалил все звезды. А теперь хочет заполнить все заново? Звезды так далеко, что вряд ли люди когда-то смогут до них добраться. Так, что и нужды в звездах нет. Этот чувак решил уничтожить все звезды. Блин, парень, если бы тебя услышал, я не знаю, Илон Маск, он бы расстроился. Ну или Маяковский. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно. Значит кто-то хочет, чтобы они были. И куда все это? Ксенокуб – кисть художника. С его помощью я могу изменять вселенную. Но я не могу осуществлять точное вмешательство. Например, убрать захватчиков. Для этого был создан ты. Теперь прими последнее умение. Интересно, что там. Ну давай. Мультипликация миров. Новая способность. Умножь совокупный интеллект. Вселенной на 10. Ему типа нашего сейчас интеллекта не хватает. Надо было умножиться. Так, а вот я что-то могу для этого делать. Вон там звезда какая-то. Я еще зачем-то могу правой рукой махать. Типа иди сюда. Иди сюда. Так, короче, этот парень в итоге хотел, чтобы я этот джезл применил на земле. Ну да, это же... Он же хочет, чтобы я как-то увеличил интеллект. Но, блин, земля после этого пропала. Просто пропала. Я что, уничтожил землю? Парень, ты что натворил? Ты уничтожил все земли... Ой, все звезды и землю тоже. Эй, это нормально вообще? Скажи хоть что-нибудь. И что теперь мне делать? Короче, они еще с минутку попели эту песню, а потом он заговорил. Как видишь, если бы не ты, мы бы умножили и захватчиков. Но только избранным надлежит процветать и заполнять пустоты в моем мозгу. Позволь продолжить. Только так человечество выполнит свое предназначение. Видели, там земля справа появилась. И еще одна. В общем, вот такая вот концовочка. И он создает одну землю за другой. Одну за другой. В общем, он решил клонировать создать кучу земель, чтобы умножить суммарный интеллект вселенной. В общем, вот такая вот игрушка, ребят. Не знаю, понравилась вам или нет. Ставьте ваши отзывы в описании. А у меня на этом все. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok